Чернобыль. У современных поколений это слово ассоциируется не с названием украинского города или даже атомной станции. Это что-то страшное, катастрофа, трагедия. В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции во время испытаний турбогенератора произошел взрыв и пожар. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Был полностью разрушен ядерный реактор, частично обрушилось здание энергоблока, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, из них 70% на территории Украины, Белоруссии и России. Впоследствии загрязнение обнаружили и в странах Северной Европы. На работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции было задействовано в общей сложности 600 тысяч человек со всего Советского Союза. В том числе более 7,5 тысяч из Щелковского района. Их всех так и называют – ликвидаторы. За период моего участия полгода прошло десятки тысяч человек и не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь отказался выполнять поставленную задачу. Хотя солдаты и офицеры прекрасно знали, что они получают серьезную дозу облучения. Анатолий Штоколов в те годы служил в штабе Московского военного округа. Отвечал в том числе за гражданскую оборону на опасных объектах. В первые же дни после аварии подполковник Штоколов с двумя батальонами войск химической защиты из Иваново был направлен в Чернобыль. Для них был возведен лагерь в городе Славутич в 25 километрах от АЭС. Это пропуск непосредственно на станцию. Это пропуск в зону. Без этих пропусков вообще попасть на станцию было невозможно. Я по этому пропуску мог находиться в любой зоне, там, где ликвидировали аварию непосредственно. В зоне аварии работали настоящие герои, говорит Анатолий Николаевич. Каждый понимал, на что идет, но страха не было. Здесь вот рядом с реактором один, два, три, четыре, пять, шесть человек. Вот эта фотография показывает, что ликвидаторы находились в 25 метрах от станции. И несмотря на то, что они получали колоссальную дозу облучения, они выполняли задачу, так сказать, ликвидируя урановые остатки, так сказать, вот в экскаватор, который грузил и увозил. Цифра в 600 тысяч ликвидаторов не должна удивлять. Основной контингент менялся едва ли не ежедневно. Кто набирал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. У каждого человека был дозиметр. И в зависимости от того, кто уже получил дозу облучения, даже за два дня 15 рентген, он уже больше на станцию не допускался. Почему? Потому что доза 15 рентген была медициной определена, что она является существенной для того, чтобы влиять на состояние здоровья. Но за полгода по дозиметру-то я набрал более 30 рентген. Это самая высокая доза облучения. Хотя по признанию врачей, когда меня разместили в госпиталь, эта доза была примерно в два раза больше. Анатолий Штоколов был замначальника штаба оперативной группы. В числе других ликвидаторов выполнял задачи по расчистке территории от радиоактивных отходов, строительству саркофага и другие. За мужество, проявленное при ликвидации аварии, награжден Орденом Красной Звезды. Для проведения работ на аварийном блоке Чернобыльской АЭС и вокруг него были командированы самые разные специалисты. Представители службы радиационного контроля, сил гражданской обороны, Минздрава, войск химзащиты, Росгидромета. С последним сотрудничали в том числе и чкаловские летчики, военные и гражданские. Старшие борттехники дальнего бомбардировщика Ту-16 Юрий Айдаров и Валерий Куприянчик отработали в опасной зоне три месяца. Поступил приказ, мы должны участвовать в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Занимал должность старший техник самолета. Именно той машины, которая совершила порядка двух десятков полетов в зону аварии. Часть полета выполняли там, находясь в базировании, точке разом базирования был Борисполь. И часть полета лачу за Чикаловской. Задача летчиков была в дождливую погоду обрабатывать облачность, чтобы радиоактивные осадки выпадали в нужном квадрате. Мы как бы делали блокаду, можно сказать, по команде облако идет, опасность, чтобы не размывало радиоактивные вещества, и они не уходили в реки и так далее, понимаете, чтобы не расходилось это. И ручьи пошли куда? В реки. А там и в Черное море. Цементом, обычным цементом, 840 стволов, бомболюк, стояли специальные контейнеры, и отстрел производился. А бомболюки чистые пиропатронами, йодистым серебром. Летчики рассказывают, что одну машину, работавшую в зоне отчуждения, пришлось сразу утилизировать. Вторая вернулась на Чикаловский аэродром, но еще долго вокруг нее был радиационный фон. Сегодня о Чернобыльской катастрофе чаще всего вспоминают, когда в интернете попадаются жуткие фотографии мертвого города Припять. Его население в почти 50 тысяч человек было эвакуировано на следующий день после аварии. Всего из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано более 115 тысяч человек. Но некоторые не смогли бросить свое хозяйство, вспоминает Анатолий Штоколов. Но если быть объективным, то в 30-километровой зоне осталось жить десяток-полтора человек. Мы вынуждены были их обеспечивать продуктами питания и наблюдать с точки зрения их состояние здоровья. Вот за полгода мы не увидели серьезных изменений. Дедушка, которому было тогда 70 лет, прожил еще в этой зоне 20 лет. У кого-то организм смог адаптироваться и приспособиться к новым условиям. И все же Чернобыль унес очень много жизней. Не сразу, конечно, но многие не дожили и до 30-ти. Сегодня в городских округах Щелково и Лосино-Петровский проживают всего 55 ликвидаторов. Как помню, у каждого человека ощущение, ну то есть, или как назвать, то есть вот реакция на радиацию, да, по-разному. У одного, например, начинает через несколько минут, практически через 5, там может 7, начинает головная боль сразу резко идти, понимаете. У кого-то аллергия в коже. Оставшиеся энергоблоки проработали до декабря 2000 года, после чего Чернобыльская АЭС была остановлена навсегда. С тех пор в России ежегодно, 26 апреля, отмечается памятная дата. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Но Чернобыль ежедневно в памяти тех, кто носит на груди знак ликвидатора. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok